Всем привет! Спонсор этого видео я Дмитрий Довженко и вот эта посылочка которая мне пришла. Еще не знаю что здесь, не открывал, но что-то шевелится. Давайте посмотрим что здесь. А здесь очки Honeywell. Я к таким присматривался, а Дмитрий Довженко решил мне сделать подарок и отправить. Спасибо Дима. Давайте померяем на свою физиономию как оно сядет. Еще прикреплено. Все круто. Откручивайся. Отдай. Ух ты блин. Что под физиономией регулируются сами. Хоть так, хоть так. Круто. Классные очки. Я надеюсь, я думаю вернее они с этим. Блин, таких что не встречал. Стекла сами по себе. Душки сами по себе. Аж до самого этого. Вообще классно. Под любую физиономию регулируется. А я тут думал, а что они так хорошо на меня сели. Стекло классное. Обзор полный. Такое чувство, что на тебе их нет. Все видно отлично. Как в них, как и без них. Вообще бомба прозрачная. Не то, что эти китайские. Желтые, синие. Купишь и понять ничего не можно. Видишь ты не видишь. А даже прозрачные купишь. Так у них сразу мутность такая. С ума сойти. Но это скорее все, что это Хеннивал. Скорее все, с защитой против царапин двухсторонней. Еще и возможно с эффектом антизапотевания. Глянем. Ничего не потеет. По идее четко. А то вечно как оденешь, только начал. Все уже. Все запотело. Ничего не видно. И попробуй пилять. Только снимай. Протирай. Обратно. Минуту поработал. Опять та же самая ситуация. А это бомба. Во. Дима спасибо. И конечно не только Дима. Еще вот этому хлопцу. Хеннивал. Офигенные очки делают. Раньше я про них не знал. Пока не увидел у Володи Евдокимова. А потом и Дима мне тут это прислал. Вообще бомбовые очки. А еще и у Толика. Столяр Петрович тоже. В общем офигенные. Все-таки спортивные, модные. Еще напишите там в комментариях. Идут они мне или не идут. Чтоб уже знал. Если не идут не буду светиться в кадре. Но работать не буду обязательно. Потому что бомба. Те все что есть у меня. Они неудобные. А тут по крайней мере вот эта прорезиненная душка. Чем прикольно. Раньше такого не встречал. Вот эта прорезиненная душка. Но она и даже к стеклам к этим не прикасается. Она отдельно своей жизнью живет. То есть уже нема вот этого. Что ты подвязан к стеклу этими дужками. Они тебе давят. Пластиковые вот эти. Ну ужас. Убожество. Не, ну вот это реально круто. Прям бабочка какая-то. Что стекла отдельно от этого. От самих дужек. Бомба. Таких еще не видел. Не, ну вот это уже ну. Будет работать удобно. По крайней мере мне нравится вообще бомба. Что реально носу не мешает. И то что прозрачность офигенная. И не потеют. Ну не запотевает. Не потеют понятное дело. Вот это уже круто. Вот это уже ну. Это большой плюс. А самое интересное. Что фирма делает классные очки. И я бы не сказал. Что они какие-то супер дорогие. Или какие-то нереально дорогие. Так что именно на канал Димы Довженко я оставлю. Ссылку в описании. И на его сайт оставлю. Кто заинтересуется обязательно заказывайте очки. Ну реально бомба. Даже б не врал бы. По крайней мере как для меня. По сравнению с тем что я пользовался этими китайскими гадостными. По сравнению с ними это небо и земля. Это бомбовые очки. Реально. Одеваешь и понимаешь. Что это совсем другой уровень. Ну это как пользоваться китайскими электроинструментами. Уже каким-нибудь нормальным. Макитой тоже даже больше. Даже не на Макита Бош. А Фестул. Хотя я им не пользовался. Но я понимаю. По отзывам людей я видел. Что это совсем другой уровень. Ну вот у меня уже очки есть. Будем смотреть дальше. Что у меня там будет появляться. Может как-нибудь это Фестулы дорастут. Посмотрим как пойдет. Ну что я могу сказать. Реально офигенно. Я доволен. Очки бомбовые. Таких не встречал. Еще раз. Дима спасибо. Ханнивелл спасибо. Всем спасибо. Вот прикиньте. Распечатал же, да. Коробочка. Чуть не выкинул мусорку. А тут оказывается вот еще. Так заныканно лежит. Чехол для очков. Бомбезный. Взял, заныкал и тягает с собой везде. Прикольный. Чехольчик бомбы. Все удобно. Вот это фирма. Кто не знает. Запоминайте. Реально классная фирма. Очки бомба. Да. Вот так вот. Да, случайно мог бы выкинуть чехольчик. А главное же прочитать, как говорится, инструкцию. И все, что там есть в описании. Что там написано, что очки с чехлом. А я как чехол ничего не читаю. И чуть не выкинул. Но вовремя отдумался. Прочитал. И... Не, в мастерской чехол чем классно? Пусть тут все равно как ни крути летает. А чехол футу постоянно прятать. Потому что потом с пыльными очками работать вообще не прикольно. Хотите их протирать. Зачем? Спрятал, закрыл. Они... Они еще тут такие эти, что сжимаются. Вообще бомба. Закрыл, спрятал. Все. Захотел поработать. Открыл, достал. Все чистенькие готовники. Ну, еще раз всем пока. Так что за своей посылкой вы тоже, если как вам заказываете, проверяйте полностью. Чтоб как я случайно не выкинул. И очки, чтобы вы понимали, это не Made in Китай, Тайвань или еще какая-то гадость. Это... Где тут я считал? Made in USA. США. То есть, по крайней мере, это их не производители. У них делается. Это, ну, не подделка там или перенос производства. Чилка лететь отсюда. Вот, блин. Наверное, не видно будет, конечно. В общем, тут так и написано. Где ты? Made in USA. Вряд ли, конечно, будет видно, но... В общем, вы меня поняли. Крутые очки от крутого производителя. Крутой подарок. В общем, все круто. Всем спасибо. Еще раз. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.